Фамилия и имя отчество ваше какое? Гаевский Михаил Константинович. Год и место рождения? 1927 год. Эннская область, Бессоновский район, в село Степное Смагино было, а сейчас нет там его. Время нахождения на фронте? Время нахождения на фронте? На фронт не пришлось. А когда вы были зачислены в армию? В 1944 году. А вы были с фронта когда? В 51-м 7 лет. Где вы воевали, на каком фронте? На фронте, говорю... А, ну, в каком месте? А служил, призывал, с начала мы вместе слили, город Орешный, Силикса назывались. А потом я в Мурманской области на севере служил. Вы помните свое соединение и часть? Как же? А ведь... Военно-морские... Военно-воздушные силы Северного флота. ВВС. ВВС называется. Какая у вас была воинская специальность? Что я воинская специальность? Моторист я был. Воинское звание или должность? Должность... Рядовой. Генерал, раз и без профетов, без звездов, генерал, без бойцов. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Надвигающейся войны во время службы? Нет, до военные годы. До военные годы откуда? Он раз плохо напал. Все спали, он Киев бомбил. А как вы узнали о войне? А как узнали о войне? А сообщили по радио. Вы слышали речь Молотова? Это уже на второй, на третий день выступил. Где вы? В деревне слышали. У нас в селе сельсовет был. Телефон в район Вессоновку. Там район был Вессоновку. Сейчас район, да. И вот оттуда, на второй день только сообщили, что война началась. И песня поется. Киев бомбили, а нам только объявили, что началась война. В каких сражениях вам пришлось принимать участие? Вот и не пришлось. Ну, вы были призваны в армию, а дальше? Какой ваш путь будет? Ну, служил. В Марсовой роте мы, в Селиксах, были это, там, неделю и отправку на фронт. Но дело было в апреле 45-го года. И приказ нас опять по местам. На фронт. Перед концом войны, короче. Поэтому нас распустили обратно. А какая минута или день были самыми опасными или тяжелыми? Ну, какими. А тут во время тут же нефронный был. В Селиксах все там. Голодовка была. Вот это, да, в Селиксах. Куда Урашилов проезжал в 42-м году. Это была зона оккупации или нет? Зачем? Нет. Пенецкого то. А, Пенецкого. Город Заресный. Тут Селиксы было. Тут Тул был воинский царь. На этом месте сейчас город Заресный. У вас есть награды? Есть. Расскажите о них. Какая вам больше дорога? Дорога-то медаль, наверное, Жукова и день победы над Германией. А вон покажу вам показать. Ну, попозже. Потом. Сейчас мы закончим с этим. А за что вам медаль Жукова дали? А вот это как за всю службу как юбилей нарядовали, а это там за три. у меня документы есть на них удостоверение. написано. А что вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой? Когда Москву брали? подошли близко мне мне в то время сколько было в 41-м году я в деревне все я мог знать. Расскажите о своих командирах. О командирах? А командира у меня плохой я ничего не видел не знаю хорошая. Ну вы помните фамилию допустим своего командира? помню. Вот первый я пулеметная рота в Селексах это когда были пулеметная рота командир роты старший лейтенант Сорокин командир взвода младший лейтенант Васильчиков москвец мой командир взвода был так же командир отделения это пенецкий наш Саловки Борисов Михайлов это мои командиры Кого вы и ваши товарищи считали во время войны наиболее выдающимся полководцем полководцем да самый выдающий Жуков всем известный вы и Рокоссовский славил все выдающие звуков конечно стратег войны вы верили в Бога да я тогда против советской власть была уходя из дома на войну мать крестик зашила с концаевской молитвой и крестик в тряпочку я в пестоничке не шею потому что засмеяли бы в пестоничке носил крест всегда с собой верил а вы знаете что-нибудь о власовцах ну о власовцах все я могу знать я видел их когда после войны уж везли в шалонах товарных вагонов корюшими проволоками все окна все закроются а сталкивались ли со случаями дезертирства нету приходилось ли вам сталкиваться со штрафниками или потом возможно кто-то из ваших знакомых нету нету расскажите о бытовых трудностях о бытовых да ну возможно там еда вот вы сказали голод был ну да это во время вот в селиксах там топили сами в лес за дровами на фронт просят не пускают в лес за дровами пойдут один-двое повесят вот все от голода Владь все прелесть выезжал уже в Куйбышеве как я в Самарах вот Ворошилов там недалеко от Самары до Пинус Ворошилов проезжал услыхал такой беспорядок приезжал в эти селиксы там голодовка была страшная а вы кроме селиксов где-нибудь были еще или только там находились все вот время с селиксами селиксами там вот самый это голодовка селиксов или да как вы оцениваете нашу боевую технику если бы она была плохая мы бы не победили обязательно хорошо а у вас было личное оружие личное нет личное винтовка винтовка это не личное ну это личное считается была ли любовь на фронте на войне нету нет я некрасивый маленький полтора метра был-то я пошел 17 лет крапузик как раз под ширту 17 лет полтора метра метра 49 уже не брали по росту знаменитый наркомовский 100 грамм какую роль они играли на фронте на войне вот и как раз и не приходилось мне им пользоваться а вы получали известие из дома кого известие из дома писали письма или вам написали переписка как же с дома обязательно мама дорогая как же вам разрешали все писать как же не разрешались с армины не разрешались все что вы знали о союзниках советского союза да все знали знали потому что и так видели и шинеля и обувка была и английская и американская союзник как помощь согнали и самолеты были и танки все были союзников а где вы встретили день побед